МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В детстве закончились незапланированные каникулы. Сегодня 270 учеников вернутся в школу. Напомним, в деревне с 27 сентября не было отопления. Без тепла остались детский сад, дом культуры, школа и десятки домов. Как объяснили в местной администрации, 10 порывов на подводах в домах произошли во время запуска котельной в работу. Ветхие коммуникации не выдержали давления воды. Поэтому основная часть школьников вынуждена была перейти на домашнее обучение. А старшеклассники учились в Суфакасинской школе, ездили. Это 40 человек. 9, 10, 11 класс они учались в Суфакасии. А остальные классы, то есть учителя, вели индивидуальную работу с учениками, с родителями, с учениками. Давали дополнительные задания. То есть учителя контролировали эти дополнительные задания. Систему отопления запустили двое суток назад. За это время школа и детский сад прогрелись. Сегодня более 320 бородинских детей вернулись в свои образовательные учреждения. В Аскизе накануне несколько часов искали 8-летнего школьника. Мальчик не вернулся домой после уроков. Начав самостоятельные поиски, мать вскоре поняла. Без помощи полицейских не обойтись. По тревоге был поднят весь личный состав районной полиции. Создано несколько поисковых групп, которые обходили дворы, исследовали подвалы домов и другие укромные места. Одновременно опрашивались и одноклассники мальчика. Через несколько часов оказалось, что ребенок дома у одноклассницы. Там он сказал, что мама разрешила ему переночевать в гостях. А родители девочки не удосужились это перепроверить. В настоящее время ребенок возвращен домой. Сегодня в селе Доможакова прошел субботник по уборке территории. Бюджетники и школьники очистили центр села, прибрались в парки возле памятника ветеранам войны. Алла Доможаков уже несколько лет подряд побеждает в конкурсе на самое чистое село Усть-Абаканского района. Как это удается доможаковцам, выясняли наши корреспонденты. На субботник Доможакова вышли работники всех бюджетных организаций села. Они убрали листво вокруг своих зданий, на улицах, в парке. Практически это весь центр села. Такие генеральные уборки доможаковцы проводят дважды в год. Вывозят на свалку десятки тонн мусора. На улицах стало заметно чище, как шутят сельчане, практически как в городе. Постоянно убираем территорию, собираем постоянно мусор, следим. Каждый на своих рабочих местах убирает, каждый возле дома убирает. Постоянно у нас чистота. Везде поставили вот эти вот мусорки синего цвета. И мы стараемся поддерживать чистоту. Каждый даже вот возле своего дома убираемся постоянно. И у нас в селе стало намного чище. Специальные контейнеры для мусора приобретены в рамках республиканской программы по утилизации бытовых отходов. На средства республиканского бюджета закуплен и КАМАЗ-мусоросборщик. Причем соседние сельсоветы отказались от спецмашины. Не хотели брать на себя расходы по ее содержанию. В Доможаково решили потратиться и не ошиблись. Расходы на топливо и оплату водителя составляют около 300 тысяч рублей в год. Зато сельский бюджет получает почти полмиллиона по договорам за вывоз мусора из других сел района. Во всем помогает. Как видите, листву вывозить, чистота, порядок на сегодняшний день. Мне очень приятно и отрадно подчеркнуть то, что вокруг территории нет уже таких свалок. Нет ни бумаги, ни полиэтилена, ни бутылок. Но вот эти ТБО, первые необходимости так называемые, да, ну чисто. Потому что контейнера есть, производится складирование в этих контейнерах и вывозка по мере ее накопления. Доможаковцы не собираются останавливаться на достигнутом и мечтают завоевать звание самого чистого села в Хакасии. И похоже, для достижения этой цели им осталось совсем немного. Село действительно поражает порядком на улицах. Виктор Лошников, Антон Новожилов, Весть Хакасия. Еще один злостный неплательщик алиментов лишился автомобиля. Долг жителя Черногорска перед дочерью превысил 70 тысяч рублей. Зыскивая долг по алиментам, судебный пристав установил, что гражданин является собственником автомобиля. Однако добровольно расстаться с машиной должник не пожелал. Пытаясь ввести в заблуждение судебного пристава, он придумал легенду о том, что автомобиль находится на СТО за пределами Хакасии. Опровергнуть слова должника помог интернет, где пристав разыскал информацию о срочной продаже автомобиля. Судебный пристав, появившийся в момент сделки, изъял автомобиль. В настоящее время автотранспортное средство передано на реализацию. Денежные средства от которой будут перечислены в счет погашения долга. Церемония торжественного вручения знамени Управлению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Хакасии состоялась сегодня. Напомним, в соответствии с указом президента теперь каждая территориальная организация наркоконтроля будет иметь собственное знамя и свои знаки отличия. Какие они у Хакасии, рассказывает Юлия Константинова. Событие значимое. Управление службы наркоконтроля по Хакасии обрело знамя, собственное, среди символов которого снежный барс, центральный элемент герба республики. Надо отметить, для каждого регионального подразделения был утвержден свой вариант стяга. Однако почетная миссия, церемонию его вручения провести одними из первых по Сибирскому федеральному округу, выпала Хакасскому управлению. Так сложилось по графику, я думаю, что случайностей не бывает. Любая случайность, неосознанная закономерность. Действительно, у нас управление по республике Хакасия, оно передовых всегда было, как в Сибирском округе, так в целом на территории России. Подтверждение высокой оценки в грамоте президента, которая была зачитана в присутствии почетных гостей, сотрудников управления, лучшим из которых выпала честь закрепить полотнище на стяге. Александр Трунов, начальник эксперта криминалистического отдела, служит уже 10 лет. Конечно, чувствуется в этот момент очень большое волнение, и, конечно, гордость, что именно мне было доверено это почетная обязанность прикрепить знамя к древку. Завершилась церемония вручения знамени освещением этого символа чести, доблести, славы, который теперь будет храниться в специально отведенном для стяга месте. Юлия Константинова, Владислав Пустово, Твести Хакасия. Сразу после вестей смотрите рубрику интервью. Сегодня у меня в гостях Иван Конгаров, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов. Кого не пустят за границу и как узнать о своих долгах, не выходя из дома? Ответ на эти и другие вопросы вы узнаете из сегодняшней рубрики интервью. А из новостей у меня к этому часу все. Хорошего вам вечера и оставайтесь на канале Россия 24.